Эфир продолжаем, Григорий Кадагистан, я Патерина Гамедова, дистанционное обучение, тема нашего эфирного связи, Калипа Дагиров, директор онлайн-школы. Здравствуйте, Калипа. Добрый день, Патерина. Рада Вас видеть и слышать. Как бы это ни звучало, немножко самопохвальством, но тот вклад учителей, который был за этот период продемонстрирован и показан, я считаю, что им надо отдать должное, как наши врачи, которые иногда жертвой собой работали в тяжелых условиях, так и учителя. В этот период им пришлось нелегко. Наши учителя, они были уже приспособлены к дистанционному обучению и, можно сказать, с легкостью справились с этой задачей, но в целом, если говорить о стране и республике, учителя не были в большинстве своем готовы к реализации подхода именно дистанционного, но со временем, то есть мы где-то делились своими практиками, и это они самосовершенствовались. Таким образом, постарались провести этот период успешно. В целом, как обстоятельства ситуации в республике по распределению классов, то есть к нам целиком школы подключались зачастую, и если говорить именно о статистике, то большинство, конечно, было старших классов, но не сильно разница на самом деле. Запрос был у нас по дошкольной подготовке даже, то есть по начальным классам, потому что родители сейчас хотят, чтобы их дети вступали уже в жизнь такими подготовленными и уже сведущими во всех практически областях. Чем мы были удивлены? Что в первую очередь у родителей и учеников запрос идет именно на проверку знаний. Мы же себя позиционируем тем, что мы даем полный комплекс. Есть много платформ, где даются частичные какие-то материалы, проверочные материалы и так далее. И общество наше привыкло к этому, что их обязательно должны протестировать, дать им какую-то оценку, что зачастую забывается про саму теорию и про то, что необходимо давать эти знания первоначально.